День добрый, кахани! По ваших просьбах, бо на группе меня барзо просили показать, як я робю солянку. Солянка то така зупа барзо знаная на всходе, в былом звёнску родецким, то падаем её и надаль падаем в каждой реставрации. Али я мам таку версию домовую, барзо-барзо добрую. Ну и прошу, ту наша солянка. И ты раз покажу вам, як я её приготовала. Всё, банди, мы подшипывали. Но, пшедевшись, с кем менса для рассола. Менса лепи выбирать таки, чтобы не было барзо-тустое. Понимаешь, что банди барзо-дюжа ружных килбас, ведлин. То менса бежим и таки... Таки я легаву взяла, половинку, и лопатку, таку без тушу. И зачинам и готовать рассолок. Так, як, може, кто ж пачил ёж мои фильмики. Так, як барж. Вагу ли так всески рассолы на менсе, я готовю в тен способ. Жена и перх, я то менса, подсмажаю легко на пательне. Ходя, а то же бы, то галка, троха была стень-то. И в тэд и бэнде мне и пяны. Ну и таким мне попросту барзо-дюж сподобается тенсмат. И теперь раз подсмажаем эту менсу на пательне, без жадного тушу. Попросту подсмажаем из двух строн. То менса так только легко-легко подсмажаем, без тушу, без жадной соли, без ничега. И то у нас валовина и випшавина. Некоторые в солянку дадают таки жиберка винзоны. То веки, то не. То попросту ходи, а то же кедыш, кедыш, звён скуродецким. Кеды было мало кюлбас винзоны. То дадавали тэ жиберка винзоны, жабы то дадать таки смак. Смак таки рассолока троха винзонова. А лет раз, на правда, мамы тыли ружных, ружных, ведлин. Же тэ жиберка не подшипны. Заставим и жиберка до граховки. А мы, еднак, зробим и таки лепший вариант. На ведлинках, на менске. Ну и так, наша менска подсмажена. И ты раз дадай ту же чамы его до воды. Готуем и рассол так, где ж, ну, понад годину. Забачим и пачим и поменсе, як бандеменса готов. Як заготуется, очевидся, пачим и напяну. Сдымуем пяну. Ну, наразе замыкаем и никто менска готовится. Наша менска зачала заготоваться. Юж заготовалась. Жучам и соль. Така лыжка, али така без гурки. Бо то еще бандут огурки, кишоны. Так же этой соли троха-троха. Така лыжка. Сдымуем шумовину. Эй шумовины пянки банди. Не банди дюжа, поняла, что менса была юж... То бялка была стентая на пательне смаженная. Это раз жучимая в четыре лиска. У нас два, два, три, четыре лиска лавровых. Можете жучить в лощизну, но в России... Так в России, бо тут аж был кедыш люксус. На вот селер и петрушка. Так же я попросту только лис лавровый и соль. И в них наш рассолок готовится. Так, все наимень годинку. Так, троха шикрывка так не до конца. Жабы то так, о. А, то они готовятся. Поки наш рассол готовится, то зачнем мы рубить далее. Бо ту банди дюжа троха дюжа до краения. Так, краим и ведлины. Я крою вшиска в костку. Можно кроить в сломку. Але ежели... Ну, я так люблю же бы то вшиска еднак было так еднаково. Ежели костка, то вшиска, вшиска, вшиски келбаски. Тумам так. Ага. Я там пусть не подам. С ведлин, бо в солянке есть так же муще быть, цена и мне пеньч родзая в менце. Я мамшинку, бочек, кабаносы, келбасу краковскую. То, по мнению звенску родицкого, порувки. То, чароза. Чериза. Но. И то крою вшиска в таку костку. Таку в костку, як на салатку. Порувки зроби так. Зробим из порувок таки... Таки троха квяток, може таки троха кончинку. Зробим и так. Тут так троха-троха зробим таки. Раз. Два. Ну и дши. Як кончинка, то дши. Такий надрес. И пусть не у нас та порувка, банди таки кшталт, як кончинка. И краймы в тен способ. Некоторые так кроем, кроем, жучаем, жучам. И не, ну троха муще быть эстетики. Ежели есть костка, ну то никто банди вшиска, то так деликатнее пенькнув костку. То мысливская келбаска. Теш костка. Тешские бедлинки я подам пусть не под фильмиком. Ну и крайнеры. Тучи роза. И единое еще цел с жучимой до нашего рассолка. То целую папричку чили. И цибулю. Цибулю в скурке, очевидно, умытую. Только троха ее так. То так рубим в кухне грузинской. Я тут аж так рубим. Троху по натина. Цибульку. И тежучу ее до рассола. Наш рассол уготованный. Менца с рассола и вшиска. Паприку, чили, цибульку. Вшиска я вытягнула. Менца заставила, чтобы троха выстыгла. И покроила в такую костку. И то заставила. И зачинамы робить наиважнейшую сжечь. Зачинамы то вшиска робить засмашку. И режь то нашей зубы. Я засмашку люблю робить на масле. Можно робить то на масле и рослинам. Али не люблю робить на масле и рослинам. Бо пусть не то так в тем рассоле, то масло так до гуры плыло. То так выглядит с неба. Я как ж так ей не забарда. Я роблю на масле. И ты раз до тега на разгзанную пательню. Жучем масло. И то у нас ландует цибулька. Цибулька една, мило две цибули. Една цибуля такая часковая, друга червоная. И ту цибульку подсмажамы до золотистого колора. Где ж так по пенчу минутах наша цибулька робится така пшизрачиста. То дадаю мархевку. Я вшиска кроила в таку костку. В таку дробную костку, як на салатку. И цибульку, и мархевку. Тераз дадаем им мархевку. Часами так вижу уже, як кто ж робит засмашку. И вшиска разом звучает. Вшиска разом. И пасту помидоровую, и цибульку, и мархевку. Ну не вем, не вем, не вем. Али, так як я поментам, як учили нас, бо скончила я школу гастрономичную. Же една, кто вшиска чеба робить по колее. Наиперх идет цибулька. Тераз жучамы мархевку. И мархевку теж смажемы. Таеш так, с пенч минут. Можемы замкнуть. Деш так по пенчу, щедым минутах. Туда тей цибульки и мархевки. Я дадам вензоны бочек. Так и вензоны бочек. В оголе та солянка муж имеет такие смак, такие троха вензоны. Али деликатнее вензоны. Для тега не залецам дадавать тег кости вензонах. Я уж мавила, тег же берег вензонах. Наши видлины дададам тэнс влашни, такие легкоделикатный смак вензонки. Ну и еще так, хвильку подсмажем. На правда, хвилька. Мней на вопнишь пенч минут. Видишь, так вот цибулька заробилась с такого золотистого колора. Мархевка юж теж есть менькая. И ты раз дадаем концентрат помидоровый. Такую малую пушку. Раз, два, два. Так, по ложечкам буду. Вот таких, четыре ложечки таких малых. Вот ушел. Дадаем концентрат помидоровый. Дадаем концентрат помидоровый. Который есть, такие помидоровые. Я zawsze дадаю, альба, свежие помидоры. Альба, такие помидоры, краеные, без скурки. Тут же, тут где же 400 граммов. Такая мала, такая пушка, краеных помидоров, без скурки. Тут раз можем и дадать впшеправы. Я дадам паприку винзонную. Червоную паприку винзонную. Она тоже, да, такие, такие влажные, такие винзоны, смачек. Ну, и я вот тут еще дадам. Бо я люблю так троха, чтобы то, вагули, то солянка муши быть така, троха, троха деликатная, пикантная. И тут можем и тоже дадать. Альба, паприку чили. Я дадаю такую грузинскую пшеправу аджику. Вы можете, якую, такую, попросту, якаш, пшеправа с паприкой, с чили. Тут троха дадам. Нашей пикантности. С этой пастой помидоровой, с помидорками. Нашу засмашку тоже так, ну, так, 5-7 минут. И ты раз дадаю до того огурки. Огурки кишеные, тоже кроеные в такую дробную костку. Так, как на салатку. Дадаем эту огурки. Огурки, я, на przykład, огурки zawsze тоже дадаю до засмашки, как на ватрубе огурковую. Вот огурки такие, ну, попросту, не знаю, мне выдаются такие лепшие. Как говорила моя мама, как не ма засмашки, то та зупа бенди така мдла. А бабча говорила, что мдляная. Так же я то все так пассирую. И ты раз с теми огурками, то теж так. С 5-10 минут. Забачу. Можно замкнуть. На вот мне, ниж 5 минут. И ты раз, до тех огурков, до тех засмашки, я дадаю туменска, которую мы готовали в рассоле. Туменска теж покроила в костку. И дадаем его тум. Жива, но у нас теж так. Получилось добже с концентратом помидоровым, с тими огурками. Так, помешаем это все. Таким на вольном огню, среднем вольном огню. Вот тут так ружни. Каждый ма иные плиты, али сами пачьте. Так же вы, напевно, не пшипалялась у вас. Не можно тега пшипалить. Вот у бенди горшкий смак. И ты раз, ту, до тех, до той нашей засмашки, можемы дадать троха так, 100 граммов, може, 100 граммов рассолка с огурков кишонок. Ну и всеска помешаем. Заставим мы еще так, на пенч минут. Тут целую нашу засмашку додаем и до наше горосолу. У нас то вшиска вендру и догарнка. Так, помалютку уважать. А то заставляем в гармонку. Так, троха б шокрывамы, али так не цалки. Вот и раз нашу пательню шепчустка френчником паперовым вытшемы. И робим и далее. Додаем и наши ведлины. Паруфки додаем и на самом концу. Наразе идем у нас ту ведлины. Шинка, кабанусы, хилбаса мысливская. И то без жадного и штушу. Попросту упадь с ножами. Мешаем. Очевидно, то так и есть вариант люксусовый. Як бы я то додала в языке российским, подоживаю, чтобы имела тыльих хейтов, что то есть, то кабанусы, то лепи, то съесть. Ну, вот там, еднак в Польше дюже меньше выбор ведлин, неж в России. И для тега я вам юж мавила. Там наиченьше попросту додают те же берка, такие винзоны. Мы тут досы дюже мамы ведлин, так же не мучимы додавать те же берок. И те ведлинки легко подсмажамы, мешамы, чтобы у нас ниц не пропалилась. Паментам, як я одразу по школе гастрономичной мела практики в реставрации и троха там на вакации працавала. И там в лавне первый раз научилась готовать солянку. Но и троха, повем, нету з них, так, то солянка не была из моих улюбленных зданий. Понимаешь, я видела, я кто готовит в реставрации. Попросту то готовали, зреш так, зреш так, тех, шестих мент, сведлин. так же япшес долгий час в реставрации не яду в солянке. Али ты раз, мышли, что ты сейчас изменились, будто были почонки лято, чем дещонки. Терас една каждая реставрация дба о свой визерунок. Али мышли уже една к домовой солянке, и так банди, дюжа, дюжа, лепшая. Так же, може мы собе позволить, не ем и так честно ты из солянки. Я, на przykład, ту солянку рубю, ну, раз, можно на два раза, на рог. Наиченьше бабули на всходе рубим солянку по свентах, по сильвежче. И то ты же звенза нас тем же, попросту шестка, целая мент, суда стая у нас на по свентах. Попросту на другий день робится солянка, с такими огурками кишенными, супер, супер по таких импрызгах. Ну, верьте, сами, то такая bardzo, bardzo личничая зубка. И подсмажаем этой видлинки. Так, легко, легко подсмажаем. Тежки, у кого ж там видела, попросту, же то так жучают все одразу. Ну, не, бо каждая видлина тоже, ну, różница, на przykład, я по русски дадаю на самом концу. Тут у нас trochę подсмажилась. Teraz дадаю по русски. По русски, я могу, это такая ностальгия по ПРЛ. у нас то была КПСС в Звездку Радецком. Ну, а может то есть ваш не смак. Парушка может быть. Дадаем парушку. Тут дадам еще такую мешанку в шиправ. Я дадаю грузинскую хмели цунели, али то не муши быть по простуду мариянок, тымянок, такие все правы, которые любите. Тут их прикрыем. И тут наш рассолок с огурками с тем ментом заготовался. Можно немного эту пену. И теперь дадаем все наши ведлины. Некоторые делают солянку с жемняками. То точнее, то не есть классичный припис. Солянки опруч, менса, ведлин, огурка. Ага, некоторые робим с капустой солянку. Ниц нема. Али она муши быть так агэнстая. Тут так як мовим, жабы лыжка стала. Терас них она у нас тут руха готовится. Можем и дадать тут ческа. Чеснока. солянка теж споткать солянка по-польску. Есть барзо знаная солянка по-польску. Згадните цо то есть. То есть бигус. Попросту наш бигус. В России то называща солянка по-польску. И есть теж барзо знана. Бигус есть то дания другие а в России солянка то есть дания перша. Почти так как генстая солянка. И Терас где ж так за пенч минут за пенч минут я клю что в шискане что в праве готова в обедлины готовы именца была готовая и Терас дадаем оливки. Ежели то бендут так и дюжи оливки то можете покройте их на пол. Як мало то не мушите. И опруч оливок я дадаю капары. Капары ну то теж так рачи троха люксусово в звенску родецким не было капаров. Але я дадаю капары. Теж можно пузни при паданию попросту теж яблушка с капаров. Але нема то бендут телька капары. запах не самовитый повем вам. Забачьте. Гэнстэ. Может для кого что дивно выглядать, але направда спробуйте. Ест попросту бомба. Супер зубка. И так заставим можно на пинч минут, чтобы оливки наши готовались. И с теми оливками наша зуба, наша солянка так с пинч минут подготовалась. Баарза файная. Так гэнстэс в самый раз. Теперь сможем испробовать на соль. Спробуем и на соль. В самый раз. Ежели у кого не бэнди, так соль не до салона, то можете додать не соль, а лепить там рассолок с огурков. Я 11 раз еще додам пепсу черного. Черный пепс и разжела. То мамка пырок, петрушку и щеперок. И то на самом концу и нашу солянку вылонча и додаю наше жела. Трохо желтую маму шпак районы, али трохо заставив пусть не нападание для декорации. Ну и наша солянка готова. Ты раз ее замыкаем и заставим и трохо можно хочешь на 10 минут. Ну и забачьте, як наша солянка пенькна выглёнда, а запах стоит. И пробуем и пробуем и кто як любит. Кто любит гэнстю, кто может до солянки завши треба додать цитринку. Также я некоторые додаем одразу до зубы цитринку. Я не додаю одразу бы, однако я не вем или у меня то солянка может с пару дней бензи попросту в леду цитринку не додавать. Я додаю до талежа. Додаем цитринку додаем и сметану квашную трех жулок то можем это дать. Я люблю календру у меня не забар завродине а ли я то люблю. И так у мамы солянку. Прошу пробуйте смаченега.